Те кто позже в общем начал сходить не померзли от морозов Все горохи, все льны и одно поле зерновых обсели Горохи рано обсевали и повымерзали очень Но никто не ждал мороза в апреле Вот этот участок находится у нас рядом с бригадой И здесь мы пытаемся внедрить принцип постоянное присутствие живых корней Это не просто в наших условиях Какая история вот этого участка Это не так давно наутил на этом поле Сейчас здесь растет яровой горох Взяли мы его три года назад, посеяли первый раз лен Это был залеж То есть тут очень слабое поле вот это И его долгое время никто не хотел обрабатывать Потому что камни сплошные и низкое плодородие То есть урожай при традиционной технологии сложно здесь было получить Мы поселили лен, поборолись сорняками На следующий год посеяли озимый ячмень Это в прошлом году Убрали его Посеяли покровные культуры Убрали покровные культуры Посеяли еще одни покровные культуры Зимующие уже И в прошлом году И в этом году мы перед посевом Опрыскали зеленые покровные культуры Тут был ковер из лаков И посеяли яровой горох То есть тут максимально продолжительное Сейчас вот получается Позапрошлой осени тут живые корни постоянно Вот чтобы понять какое плодородие есть Мыши когда копают Они прям скалу оттуда Снизу достают То есть не ставят Вот видно Как вот здесь Норки аж туда до скалы проводят Видно что здесь Вот остатки от соломы Прошлогодние от ячменья Вот покровные культуры растут И вот Вот эти нежные погибли Здесь были злаки Тут была смесь ячмень Пшеница, овес, рожь Очень немножко вики Еще был лен и чечевица То есть вот такие культуры На зиму мы посеяли Не стали сеять там Такие культуры, которые сложно убить То есть Сеяли только те, которые можем глифосатом снять Или такие культуры, которые могут сами погибнуть Как лен и чечевица Но Такая осень была и зима Что морозов не было и чечевица до весны вегетировал Не погибло от мороза Пришлось его убирать Да уже потом И вот как по мне То здесь идеальная ситуация Вот сейчас Повезло с осадками Была влага Вот Самое что важное В наших условиях Сложное Это влага Где ее взять и как И мы ориентируемся на западные источники Потому что Мало опыта у нас И несколько исследований тоже читали И обращали внимание на то Что кто сеет покровные культуры Теряет влагу Но потом каким-то волшебным образом Эта влага Восстанавливается И практически не отличается от того места Где не было покровных культур А что вы планируете после уборки гороха здесь посеять? Здесь будет озимая пшеница Но Перед озимой пшеницей Вот Именно на этом участке Чтобы поддержать Принцип Тут 6 гектар Вот этот кусочек То есть Остальная часть поля Тоже яровой горох Но принцип этот Мы только на этом участке Чтобы Смотреть в динамике Какая есть Опять будете покровные? Посемим покровные После гороха покровные Потом озимаем пшеницу Да То есть Такой опыт уже был у нас В прошлом году Мы после гороха Посеяли покровные Но там был только лен Чечевица И горчица То есть Такие культуры Которые Не делают большой вынос Как влаги Так и питания И плюс чечевица Может быстро Вернуть это питание И Возможно Мы добавим Туда дайкон Если у нас будет Потому что Говорят что Дайкон Он Морковку эту сделает И наберет в нее Влагу И вот эта влага Из корня Таких как Репка Репа Редис Влага сохраняется В корнях И потом Эта влага Оказывается Доступна Для следующей Культуры И там и питание Будет И влага То есть Если это Злаковая культура Покровная То она влагу Заберет И культуре Уже не достанется Но есть Некоторые культуры Которые способны Когда разлагаются Вернуть влагу Культуре Ну да Тут конечно И опасности Можем Влагу высосать И не получить Урожай Но По ситуации Как бы Если мы не проверим Это в своих условиях То Не будем никогда Точно знать Что Что мы можем сделать То есть Где наш лимит Этот опыт Мне очень понравился В этом году Немножко не получилось Вот того Чего мы ожидали От зеленых Покровных культур Первое преимущество Которое они могут дать Это вот посев В ранние сроки Потому что на наутиле Есть проблема Посеять в ранние сроки Ранние Зерновые культуры Когда есть Влага в почве Очень сыро Дисковая сеялка не идет Начинает налипать Горнуть Когда же почва связана Корнями Зеленых растений В нее Как в масло Сеет дисковый сошник Но В этом году У нас не получилось Этого проверить Потому что В соседний участок Там практически Не было растительных остатков И он выглядел Как обработка На весну И Даже там Немножко сеялка лучше шла Потому что Она там быстрее просохла Вот черная земля Быстрее просохла Чем Вот здесь Где было чуть больше Растительных остатков От покровных культур И где были зеленые растения То есть Видно что сеялка шла Немножко выкидывала Как ковер Вот связанный ковер Вот корней Покровных культур Был такой момент То есть Не совсем получилось То чего мы ожидали Но Суть в чем Что Это возможно Я думаю Если бы мы посеяли Вот эти зеленые покровные Там где у нас был очес Вот с очесом была проблема Потому что он там не высыхал Очень долго не высыхал Надо было сеять На очесе Где большая стоящая солома Если бы там были вот эти зеленые покровные Мы бы там зашли и посеяли Без проблем Потому что они бы и влагу лишнюю подтянули Под очесом И почву связали То есть она бы не забивалась Мы бы могли чуть раньше посеять по очесу А так мы Все засеяли И только через неделю вернулись И досеяли очес Находимся на участке На месте где у нас три участка сходятся Вот этот Который пришел к нам чуть раньше Где мы заложили опыты с покровными культурами То есть вот именно здесь Постоянно что-то росло Одни покровные Следующий покровный Вот теперь горох Когда мы говорим про покровные культуры Мы понимаем Что они какую-то влагу заберут из почвы И вот какое-то количество Насколько это критично будет на урожай То есть надо понимать что мы делаем То есть если мы посеем покровные И потом не сможем культуру получить То зачем такая покровная нужна И мы влагу замерили здесь Вот здесь постоянно были Покровные культуры на этом участке Это наш ноутил по уазиму ячменю Вот здесь был яровой ячмень И не было покровных культур То есть поле было голое После уборки до посева ячменя Ну посева гороха в этом году И вот этот соседний участок Это частника У него была суданка здесь Потом обработка И сейчас посеял ячмень с эспарцетом И в ранней весной замерили влагу Здесь было 120 мм Там 170 мм Где ничего не росло То есть понятно Покровная культура забрала 50 мм И примерно такие же данные Мы получили в прошлом году Когда у нас под кукурузу росла вика и рожь Тоже около 50 мм Это в начале вегетации? Да Но вот здесь Где была обработка Было 80 мм осадков Влаги Казалось бы Тут постоянно что-то росло Были покровные культуры Постоянно живые корни Расход влаги И все же здесь было больше чем на обработке Но тем не менее Меньше чем там где Не было покровных культур А это то что мы проверяем Да Здесь было 120 мм Там 170 мм С одной стороны Гораздо больше Да И если влаги нету То это существенно И очень чувствительно будет Это риск Но если идут дожди Если допустим Влажная осень и зима И мы знаем что у нас есть влага То можно задуматься о том Чтобы оставить эти зеленые культуры Потому что я знаю регионы Где есть проблема с увлажнением Вот у нас проблема с недостатком влаги А там переувлажнение Да У кого влаги достаточно Она поможет Покровная культура Снять избыток влаги Да Да Снять избыток Структурировать почву Раньше зайти Начать посев Ранних зерновых Особенно Бобовых Культур И получить гарантированный результат Потому что Когда мы горох начинаем сеять позже Понятно снижаем Нашу урожайность Потому что Зачастую на нуле Мы ждем там неделю Две Чтобы выйти в поле И посеять дисковой сеялкой Вот Еще раз хочу Вспомнить про этот эксперимент Который проводили И в Австралии И в Америке Когда вот Культура забрала 30 мм влаги А потом Ну Покровная культура Забрала А потом Прошли какие-то дождики Незначительные И к моменту Сева культуры Практически Выровнялась эта влага То есть За счет чего Непонятно Ну я думаю За счет лучшей инфильтрации За счет лучшей структуры То есть Надо исследовать У нас Как бы сложно провести Такие исследования Я общался с теми Кто берут анализы Вроде заинтересованы Тема интересная Но Под это все надо Проект Надо финансирование Тут Так что Своими силами Пока отслеживаем Эту ситуацию Мониторим Алексей А на что вы надеетесь Когда сеете В таких условиях Когда Недостаток влаги И сеете Покровные культуры Ну Опять же Мы используем Возможность Есть возможность Мы посеяли Потом видим Что уже нету смысла Тогда Перестаем сеять Каждый знает Свои условия То есть Мы Примерно знаем Когда идут дожди Они могут пойти Могут не пойти Мы на них рассчитываем И Если не будет дождей Да Мы не посеем Конечно Или если посеем То можем и потерять что-то Но Преимущества Которые дают Вот эти покровные культуры Они всегда выше Чем те затраты Которые мы несем Не такие большие затраты Понести на посев Покровных культур Есть смысл Затратиться Есть смысл Рисковать Кроме того Что получаем Всеминутную какую-то Выгоду Допустим Бобовые дадут азот То Мы в долгосрочной Перспективе Получаем глобальную Выгоду Мы снижаем Применение пестицидов Фунгицидов Инсектицидов Удобрений И переходим К экологическому Типу И модели Земледелия Когда нам Либо вообще не используем Химию Либо используем Точечно Дозированно И максимально экологически Чистую продукцию Получаем Я думаю Это За деньги Про деньги Уже не идёт вопрос Ну и наверное Если всё-таки вернуться К нашей теме Основной Здоровье почвы Здесь будет Уже выше Чем Вот там Где Покровной Культуры не было Это Вроде чего Затеваем Но Здоровье почвы А как его понять Как его оценить Как его измерить Как его измерить Тут Со временем мы поймём Мы если Продолжим этот эксперимент И всё получится То Мы будем Замечать разницу Но Наверное и в урожай она будет Тоже Не сразу Но она будет Знаете ещё в чём проблема Вот сейчас когда мы сеем здесь Покровной Там не сеять Мне Тяжело там не посеять Теперь Надо взять И не посеять Вот этот участок Чтобы был контроль А хочется взять Всё засеять Но тогда потом не поймёшь Что тебе Или это осадки дали Результат какие-то Дополнительные Или всё-таки Вот эта вся Проделанная работа Надо себя заставить Не посеять Надо Потому что мы не сможем Дать ответ На то Что дало эффект Поэтому Важно Когда мы начинаем Вот такие эксперименты Где ещё нету Достаточно опыта Где нету Научной базы Очень важно Чтобы был контроль Только тогда Мы сами себе Дадим ответ Сработало Или не сработало Даже когда мы делаем Какой-то агроприём Меняем Если есть сравнение Мы можем Себе на следующий год Ответить Надо идти этим путём Или не надо Будет результат Или не будет Что дало результат Поэтому Респект Что вы Начинаете Двигаетесь Даже на небольших Участках Я думаю Каждый год Будет давать Пищу для размышлений В этом направлении Особенно Когда Вот такие эксперименты На таких Землях Где Вот Даже Искать не надо Камни Под ногами Потому что Когда мы работаем На плодородной почве Это понятно Хорошо Но когда Вот такой вызов Вот такие почвы В таких Условиях Это наверное Более такая Амбициозная задача Чем Когда мы работаем В более благоприятных условиях Ну с одной стороны Нам и легче немножко Потому что Самые слабые почвы И на них Сразу видно Сразу проявляется Что и как И Если было плодородной Мы Может много лет Не видели разницу А вот здесь Я думаю Пройдёт года 2-3 И уже будем Видеть отличия То есть Отличия уже есть В структуре почвы Когда копаем По съемке Отличия здесь уже заметны Или нет Пока ещё нет Ещё пока этот участок Выглядит очень Так С низкой вегетацией Да Малой массой ещё Ну Дорогу Василий Тут Знаете Важно не сделать ложную То есть В первый год Мы можем получить просадку Это гарантированно То есть Влаги здесь меньше Питание Забрали Но Мы думаем о том Что будет на следующий год Вот если на следующий год Будет прибавка То Возможно Мы выйдем в плюс От этого приёма Ну Здесь Когда мы говорим о здоровье почвы Наверное Это не самый Критерий Такой правильный Получили мы Если живот прибавку Или не получили Это игра в долгую И здесь Не надо ожидать Очень быстрых результатов Просто Надо наблюдать больше За почвой А не за урожайностью Потому что Все хотят Быстрый результат Здесь В этом проблема Мы же Как земледельцы Мы же нетерпеливые Вот Получили просадку И так Ага Мы сделали всё правильно Просто нужно время И нужно дать этой почве Восстановиться Вот Основная Идея Которая сейчас есть За счёт чего Мы получаем сейчас урожай То есть Мы Убрали Урожай И у нас полгода Девять месяцев Почва стоит И минерализуется И на следующий год Мы получаем урожай За счёт потери плодородия За счёт того Органического вещества Которое разложилось За эти вот Девять месяцев Когда оно порывало Здесь же мы не даём ему Минерализоваться Здесь постоянно какие-то Живые корни Постоянно идёт Другая логика Мы хотим Чтобы почва была живая Чтобы была Биота, бактерии Грибы Которые будут Поддерживать растения И не за счёт Получается Минерализация Органического вещества А наоборот За счёт Привлечение питания Из воздуха Из Недоступных Из Материнской породы Из недоступных Элементов Питания Потому что Если задуматься Откуда вообще Почва взялась Её сформировали растения Своими корневыми Выделениями Вот В эту Парадигму Мы хотим сейчас двигаться Но это сложно Потому что видим Вот просадка Вот на пару Лучше Потому что на пару Там явно Растение Больше Азота Из-за Минерализации Пройдёшь Это Край Который Вы Обсеяли Здесь он Пошире Нет Здесь лён Посеян Просто Неровно Уже Пересеяли Нет Я вижу Гречиха Фацелия Фацелия Гречиха Что здесь Гречиха Что здесь Ритка Масличная А это Побольше А вот это Что Тут Вика Немножко добавили Вики Для Интересного Фацелия Это Обсев Для Опылителя Вот Здесь Меньше Позже Высевался Тут Даже Горчица Не Попал Под Морозов Один день И для Морозова Играет Один день Позже И он Живой Там Только Всходит Здесь Травить Здесь Тоже Блоха Вроде Сильно Повреждал Но Перетерпели Трудно Было Терпеть Знаете Когда Сильный Неурожай Тяжело Что Дает Вам силы А вот Поддержка Единомышленников Я Сомневаюсь Уже Опрыскивательно Готове Препарат Пишу Александру Иванычу Насчет И сам А вот Как бы Александр Иванович сказал Оставьте Оно пройдет И Есть Примеры Просто Усов Андрей Петрович Тоже Вдохновляет Он уже 15 лет Не работает Когда есть такие примеры Перед глазами Намного легче Да Принять решение Удержаться Да Потому что он Говорит Лучше Я 5 гектар потеряю На поле Я их или пересею Или Ничего страшного Чем я сработаю Один раз Инсектицидами И вот этот Пример их Вдохновляет В принципе Мы и сами Часто пропускаем Эти обработки Нету желания Лишний раз И затрату делать И вред Наносить Ну да Потому что Много полезных Насекомых Потому что Если есть возможность Чтобы она саму Сбалансировала Да Они что-то Укусили Да Но не все То есть Появился вредитель Который их съел И Есть баланс И проблемы Нет А вот Вот Здесь была Сорга И По сорга Мы тоже Посеяли Лен Здесь тоже Была Анкерная Видите Как выглядит После обработки Дисковая Сеяла В то же время Только с другой стороны Даже Трудно представиться Что она смогла Посеять Анкерная стелка А вот Остатки По соргу Даже Не было проблем Потому что Оно крепко держится В почве Эта сорга Кстати Мы его убрали Отчесом И прошла Только Расчесала Эта сорга Хорошая масса Мне нравится Что Очень много Растительных остатков Осталось Мы здесь Специально катались Выливали жижу Сюда Думали Чтобы Быстрее Разложение Растительных остатков Нормально Посеяли Получили Всходы Сейчас Теперь ждем Чтобы Сработать Гербицид Успела Разница Там Ну Такую Мелкая Федлянная Культура Которая Глубоко Сеется Мне кажется Это Тоже Такой Показательный участок Вот Отсюда Нравится Вид Между Сорга Сеялась Обычной Зерновой Сеялкой Неплохая Сорга Получилась И Видите Если После Кукурузы У нас Поле Голое Все Сдуло То После Сорга Все Осталось На месте Постоянные ветра Дуют И Все Листья Кукурузы Разлетелись По всем Полям Вокруге А Если Было бы Еще Снег Было бы И Я Листья Дай Еще Вокруг 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 Силами Выкру Силами Скорор Силами еще один принцип здоровья почвы это постоянный покров почвы здесь мы убрали пшеницу очесом была хорошая солома и посеяли сюда нут дисковой сейлки у нас кстати не так просто получить такую массу которая сохранится до следующего года будет сохранять влагу накроет почву от испарения от высоких температур и вот очес помогает именно добиться этого сохранить соломы где обычная жатко убирала там соломы очень мало осталось где очес она прекрасно сохраняется или какой сил кантин вот здесь дисковая селкость диски анкерная не идет почес где небольшая солома и когда сухо тогда анкерный может пойти но если вот хорошая солома и сыра она просто этим большим объемом соломы забивает в нижнее пространство все между сошниками и не идет и мы даже чтобы здесь посеять на неделю отложили посев не могли зайти было немножко сыровато я думаю вот здесь надо было сеять покровный культур зеленые но опыт показывает у эрнеста допустим мы видели папа почесу посеял покровные осадков не было и всходов не было он получается только перетоптал солому уплотнил почву а покровные не зашли то есть весной заехал сеять было уплотнение солома лежащая солома не было тяжелее посеять то есть тут есть моменты то есть надо опять же анализирует сколько влаги есть на на бум лучше не действовать чтобы не прогореть ну хотя бы чтобы вот такое было когда почва накрыта температура гораздо ниже и биология может там жить и развиваться то есть под соломой на 10-15-20 градусов сразу ниже температура почвы и там соответственно меньше испарения больше эти биоты бактерии работают и влаги больше то есть растение лучше себя чувствует мы стремимся чтобы вся поверхность почва была закрыта не всегда это получается особенно после культуры которые оставляют мало растительных остатков но здесь видно что неплохо получилось прорезала все когда он появляется всходы вот такой не поймешь откуда они берутся не видно даже следов часто самого сошняка мы на самом деле здесь еще был интересный опыт мы весь нут в этом году посеяли с сольном то есть мы добавили пять килограмм льна но он успешно вымерз то есть это был самый ранний посев на 100 миллионов основной посев вымерз а этот еще на неделю раньше на 2 недели раньше селся то есть здесь льна я уже не находил я думал он сходил но подмерз то есть опыт как бы не получился к сожалению мама не есть есть видимо который глубоко был заделан я все-таки надеюсь что какой-то остался но вот того чего мы ожидали видеть лен в ряд в рядках этого нет тут вот почва влажная подсоломка полно червей вот когда копали тут прям червь на черве хорошо развивается здесь и он морозы пережил да кстати на он попал под все морозы но на удивление оказался достаточно морозостойкой культурой не хуже чем горох пережив местами даже кажется что и лучше закопаем обратно поехали дальше ну и в конце будет горох